Бориса Екимова, сейчас ее нет, это наш современник, старший, провестник Растутина, слава Богу, жив, относительно здоров, очень часто печатается в журнале «Новый мир», например, книга «Набег», он пишет в основном рассказ, и всю жизнь описывает, в общем, один уточок земли, так называемый Азадонье, это Калач-на-Дону, Волгоград, Калач-на-Дону, эти места, родился он в Сибири, не в семье собственных казаков, а казаков, которые поехали сами работать, по-моему, в Игарке родился. Ну и подростками, когда он был подростком, семья вернулась в Адон, в Азадонье, и вот с 60-х годов Борис Екимов распишет хора в Тарах, на страницах, в Тех, это потрясающее художественное лето здесь, на протяжении уже полувека, если не больше, герои переходят из одного рассказа в другой, где-то они главные герои, где-то они эзотические, меняется время, меняется атмосфера, при этом времени, за этим следить очень интересно, страшно. Проза вообще такая редко бывает рисовка. Хотя его повесть, не так давно вышедшая, «Осень в затонье», его можно наступать даже в чем-то оптимистическом, потому что утра более-менее возрождаются. Снова, наверное, многие заметили, как-то нас потянуло на землю, или многие из нас пытаются построить дома на земле, кто-то переезжает, кто-то все больше и больше времени проводит на дачах, которые уже стали, в общем, загородными, если не домами, то домиками. Города, как-то люди, прямо так, ну, может, молодежь и стремится, но люди постарше, они, по-моему, все больше и больше их тянет из земли, как-то есть. Вот эту тенденцию очень хорошо показал Борис Экимов, «Осень в затонье», вышла она в новом мире, уже давно не появилась. В годах 15-го, потом, что книги, там, не самым известным издательством и не самым большим тенденциям, но наверняка в такой библиотеке книги Бориса Экимового есть, поэтому все время буду прочесть. Вот на этом, наверное, все. Все, что я подготовил. Может быть, вопросы? Да, есть у вас какие-то вопросы. Еще я должен сказать, что будет автограф-сессия, а вынят с собой издание, и там она сенчина, и их может быть у нас приобрести. И перед началом встречи мы открывали выставку. У нас какая-то такая странная подборка авторов там сложилась. Благодаря выбору художника и выбору его друзей, просто я хотел бы, в качестве первого вопроса, предложите роману, может быть, ему по поводу этих авторов у нас есть какие-то алюминистративы. А вы готовьте свои вопросы. Ну нет, какие... Сходите, кстати, на густах, на реки как бабы, когда... на долгую жизнь художника. Из-за 30 лет, наш Челябинск. Да, из Челябинска, и все его... Это такие миниатюрные, крошечные рисунки. Вот, все он создал мы в течение этого года, когда еще прошел полгода, человек увлекся. Нет, я посмотрел, наверное, объединяет их писателей, многих из них здесь, кого-то я не знаю, есть Татьяна Полстая, Чарльз Степковский, Сорокин, Приметин, Ливицкая, Павел Санарев, Эльберт Тарека, Толкин, Ахматова, Цветаева, Петраневская была, Даниил Харус, Во-первых, наверное, его, как художника, о семи нормах, заинтересовало фактурность этих людей. Может, я бы читал как раз и писал. Интересно. Некоторые рисунки, как закладки, это тоже любопытно, как книжные закладки. Я думаю, неспроста. Да. Интересно. Где можно ваши книжки напоминать на сайт? Что? Где можно ваши книжки напоминать на сайт? Которые вы пишете. Где на сайт? В интернете. Я бы не знала, не знала. Как? В Яндексе. Есть такой журнальный зал, сайт доступа к литературным журналам. Есть еще другой сайт, журнальный мир, где представлены другие журналы. И там, и там, и скорее кем можно набрать информацию. Очень много операций, как выдастся на сайтах. У меня была книга, то есть есть, роман называется «Информация», который я не стал печатать в журналах, чтобы посмотреть, как многие из нас жалуются, что в журнальном зале и в любые другие сайты и книжки бумажные не покупают. Вышла книга «Информация» как толстый, самый тонкий, мой роман на почти 500 страниц. Буквально через дней 5-6 увидел уже отцеплога. Кто-то из издательства выложил бы, что какой-то энтузиаст, отцеплога. Да нет, в интернете, лучше всего бумажные. Я как автору, лучше когда покупать бумажные. Я не уверен, бумажные не могу. Вот в этом магазине, центральной книжке. Я там иногда снял, я покупаю, я знаю. Ужны аудиотексты? Не на то, что прочитать? Я у него книги сейчас сейчас почти каждую книгу сразу читает артист. Я даже иногда присылаю в кругу, чтобы я не выбираю, а у него книги современных писателей мне очень интересны. Басик, я вот я опять же часто слушаю, я ставлю «Звезда», и как-то я по уснец, слушаю, то ли ли «Звезда», то ли «Чехла», рассказ его, если вдруг там проснулся от того, что артист прочитал «Околоточник». проснулся, проснулся, но не присылся. Потом бах, второй раз, «Околоточник». Уже чисто выбираю, значение «Околоточник». Ничего себе, там у вас красивый, вот он раза три или четыре, вот этого «Околоточник». Пожалуйста, еще. Традиция авангарда, это же главная. Опять же, в интернете можно купить, а можно и бумажные версии. Бумажные версии заказать. Вот я сижу в Екатеринбурге, а вся техническая работа в Москве. Но я пользуюсь своим положением, я много довольно местных писателей убью. И в каждом номере выходит, ну, журнал выходит ежеквартально, нечасто, в каждом номере обязательно одна и две «Диеса». «Диеса» из толстых журналов ушли, к сожалению, хотя это равноправный род литературы. Самое страшное, что многие читатели разучились читать «Диеса». Скучно. А многие, опять же, дерматурги, я люблю, почему-то. Хотя они любят, могут часто пользоваться немногими. Немало дерматургов, которые разучились и даже не умеют писать именно для читателей. И сразу пишут, для режиссера какая-то такая техническая работа. Должны быть дерматурги красивые написанные и вообще блеск. В стиле черта. Хотя это может быть и абсурд, но и анесик читаешь как-то, и бэкки-то это. В настоящем видео откуда это. поэтому я пытаюсь посильно вернуть драматургию пустую слоество. В общем, в новом мире выходят пьесы, когда Елена Исаева, почти каждая пьеса Дмитрия Данилова, такой прозаик, который почувствовал себя драматургию, написал и человек из Подольска, и Сережа очень тупой, хотя я знаю какими личными, то есть он такой флегматичный человек, но он активно с первой кулаке вот это. То, что будет происходить во время ковида, и в самом начале ковидного карантина, написал выбрать троих, пять человек спорят при помощи скайпа, телевизору, при помощи на футболе, грубо говоря, в скайпе между собой спорят, вот это подхватило несколько театров и теперь в театре стоят ругуки, приспособления и такая имитация того, что он действительно не разговаривает. Жилых актеров нет, происходит пресс с экрана компьютера. Сейчас ЦСД поставили без, Сережа очень тупой, мы опоздали на спектакль, то есть приехали вот на, сейчас ЦСД ушел на каникул, думаю, осенью посмотрят. Пьеса загадочная, интересная, почитайте. Вышла недавно книга без Дмитрия Тайнирова. Пожалуйста. Да. Томан Александрович, несколько лет назад мы планировали создать в своем бюро проект, который Роман Семьевич нам тогда рассказал. Ну, что-то о нем вошло, не пошло, но сейчас вопрос именно по современным авторам. Кого вы уделяете из своих коррекций для создания? Нет, дело сначала пошло, сюда приехал Олег Седов, такой, директор, издательство Афара, бывший, ну, Афара, хорошая, это был, медицинская издательство, закрылась. Дом пригласили в бюро, он организовал сетки принтов, покупает усадок, и Дмитрий Орехов, ученевский человек, я в том числе. Потом он уволился, и бюро нам сказали, по крайней мере, мне сказали, что не может не продолжать, но самим проделать обложку, и дождь, вот, ну, некогда это стало. нет много других еще занятий, кроме того, чтобы верстать в книгу. А те, которые вышли, до Мольдом года успели увидеть, они до сих пор там висят, две, правда, уже не висят. Андрей Лубанов выпустил свою книгу в другом издательстве, в таком условии закрывает доступ. Может, когда права кончатся, не зловато. А вот я получаю проценты, минимальные. То есть, это в таком хоть замороженном виде, у меня это продолжает работать. Среди ров, в плане отчислений тромашвили, они прислали, и я рассылаю свои мамы. Вот, две книги. Один, блин, представленный Московский книжный ярмарк и в свое время кто-то проходил в магазин Москва и стал заказывать книги того же Андрея Лубанова и Алиса Гани. И они приемлемо лежали в магазине Москва и продажили относительно неплохие. Вот, бумажные книги, а остальные в баку. Пока всплески бывают, в бак, приходит отчет, а там автор которого вообще мало кто знает, когда шел при нескольких западах и много скачиваний в электронном виде. Вот, дело это хорошее, потому что много, много книг, которые выпускают сразу бумажным тиражом, они остаются или у автора дома, или в издательстве. Или в книжном магазине, они полежат на полке полгода, бухгалтеры посмотрят, маркетовывают, что книга не распродается и возвращают обратно издательство. Такая печальная судьба в книжном магазине. Когда книжа потребована, в общем, цена была практически такая, как в книжном магазине. В общем, мы свободны от этих патчей книг, которые загромождают многие издательства. А сейчас современные, почти сильные гробесники, например, Дмитрий Кускотов из Ростова-на-Дону, Илья Кочевкин, Криллепин, Андрей Рыбанов, Анна Козлова, Дмитрий Ноленко, Илья Тарковский. Постарший был. Когда-то он из Москвы уехал на ЕСИ. Вот. В Сибири. В общем, мне очень интересен как писатель, как человек. Всех можно найти в том же журнальном займе, кто-то печатается в новом мире, кто-то знамени, кто-то наших современников. Книги или произведения в сети найти в новом мире. Да. Так, ну давайте, я... А эти человеки, помню, как будто там уехал, по путь по вопросам. по вопросам. Илья Тарковского. Сейчас. А вы же будете набирать курс-клозы или нет? Что? Вы же как будете набирать курс-клозы? Посмотрим, как пойдет. А мне? А сейчас будет, кстати, давно. Если нет. Дома. Спасибо. А когда у вас появляется? Что? Если доход будет, когда у меня такого рода. Это надо зайти на сайт театрального института и там, по-моему, все понятно. А зайти в приемную комиссию? До какого сада будет? Что? До какого сада будет? Я точно не понял. В институте в институте. Да. В течение августа мы помним. Или до 15-го августа. Спасибо. Это по-моему, это комиссия пишет. Отколько человек подавал подъявление? Подавал довольно много, но в итоге попало пока 4 человека. Какой кто будет больнослужат? Я разрешил. Человеки часто говорят не только симпатии, но и антипатии. Я вот как читатель иногда не могу себя принудить, признаться, Ипсона не дочитал в современном школе, боюсь войны мира, открою и снова боюсь. У вас есть книги, которые вы не пересилите себя, не дочитали? Рано из классики и современники несколько раз приступались? И почему? Что внутри проделится? Вот например Александр Эльбимаев не дочитал причем. Хотя я не знал тогда, что очень скучный Вальтер Скотт, он мне был где-то 12, я читал один роман за другим. Одним аут почему-то не пошел. Правда одно, другое никак. Совершенно не мое. Современных я не буду назвать фамилии, но бывает в органичном дне идет тот или иной автор. В том я своих знакомых, людей, которых я уважаю, в том числе за их пусть, доказывают, что это отличный писатель, отличное произведение. Если бы все были объективны, то было бы искучно. Я как учитателя есть свои пристрастия и свой слух. А из русской классики? Не могу. Ну, этот разочарование достоевствуется в тем записке из мертвого дома. Одна из моих наскольких книг. братья Карамазову, когда уйдет Алеша по тропинке или по улочке по вскаке полевые деполеема, Дмитрий, по-моему, начинает испыть горячего сердца на 40 или 60 страницах. Я сразу к ней разверну морду, но так надеем тропинку. Так долго ему все рассказали. Хотя в достоевствах есть загадка, которая его ставит, конечно, среди первых русских писателей первого ряда. Ну, потом уже вдова долго оправдывала укором, что ему некогда было править свои приседения. Гав Евг Николаевич мог сидеть годами переписывать свои книги, а Федор Михайлович, к сожалению, не мог. Он, может быть, а с его он сидел и переписывал, он совсем все не мог. А эти экспрессии имеют большое воздействие. А еще вот такое, особенно после сериала появилась среди очень много девушек много в Астасии Филиппове появилась такая мода даже на истеричность. А вот фантастик с трудатством как вы? Ну, во-первых, это умные люди, у них умные плоды. И фантастика им, наверное, была нужна для некоторой несказательность, чтобы это все мог не бить. Но это особо вот фантастики. Не я его, наверное, изобрел, как философская фантастика. Это Иван Кремов дарил, вот, 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 на западе проектове, и главное, это, на технические цепи штучки, да, люди поставлены в какую-то историю, в нереальность. Я, по-моему, давно, по-моему, не перечитывал ни Ефремова, ни Сругац, а тогда я довольно много прочитал, и, может быть, сейчас, когда происходит с другом, некоторые говорят, что, наоборот, Сругацки стали перениткины. Я как-то не решаюсь заняться, перечитывая, собирать эти тяну. НОГОН, С indeedой, НОГОН, ПО ТЕЛЕ,